Время ограничено. Есть физика, есть астрофизика, есть механика, есть небесная механика, есть биология, есть астробиология, по которой у вас тоже будет лекция. Ну и вот и химия тоже не стала исключением. Для неё тоже приходится придумывать некую особенную астрохимию, которая, как выясняется, от земной химии отличается достаточно сильно. Вообще мысль о том, что молекулы могут встречаться где-то помимо Земли, где-то может быть помимо планет, других планет Солнечной системы, в сознание астрономов входило с большим трудом. Но теперь мы знаем, что молекулы, причём довольно сложные молекулярные соединения, являются неотъемлемой частью не только Земли, не только Солнечной системы, но встречаются во Вселенной практически повсеместно. Тем не менее, когда речь идёт об астрохимии, преимущественно всё-таки имеется в виду молекулярный состав межзвёздного и околозвёздного вещества, потому что те химические процессы, которые происходят в плотных средах в атмосферах планет Солнечной системы, в атмосферах экзопланет, это всё-таки процессы, которые ближе к тому, что мы имеем здесь, и к тому, что мы имеем возможности изучать какими-то традиционными химическими методами. Мысль о том, что в межзвёздном пространстве могут встречаться не только ионы и атомы, но могут встречаться и более сложные их сочетания, была впервые высказана в середине 30-х годов, и под ним из людей, которые её начал активно продвигать, был вам наверняка известный Артур Эдингтон, который в 1937 году сформулировал вот это своё довольно известное высказывание, не очень внятно сформулированное, atoms о physics, but molecules о chemistry, вроде бы как капитан очевидность это говорил, но с точки зрения Эдингтона это означало, что космос это физика, а химия это то, что происходит на Земле, и вот здесь в этом фрагменте он как раз пишет о том, что с большим трудом отказывался от этой мысли, но всё-таки в это время стало ясно, что хотя межзвёздное пространство пронизано довольно энергетичным излучением, ионизующие кванты по большей части в нём отсутствуют, и поэтому в принципе нет особых препятствий к тому, чтобы атомы и ионы объединялись, может быть, по крайней мере, в какие-то простые соединения. Первые сведения о том, что молекулы могут встречаться за пределами Земли, были на самом деле получены довольно давно, и их обнаружение связано с именем такого замечательного дядьки Уильяма Хаггинса, которого я ещё буду сегодня упоминать. Среди прочих своих наблюдений он одним из первых провёл спектральное наблюдение комет и обнаружил, что некоторые эмиссионные полосы в спектрах комет очень похожи на полосы, связанные с различными соединениями углерода. Ну и теперь мы, в общем, знаем, что это так, что действительно эти яркие полосы в кометных спектрах, которые дают многим кометам зеленоватый цвет, связаны с наличием в них простых соединений углерода. Но это кометы, это всё-таки наша Солнечная система. К концу XIX века было уже вполне очевидно, что некое вещество присутствует не только в пространстве между планетами в Солнечной системе, существует некое вещество, которое заполняет пространство между звёздами, по крайней мере в некоторых отдельно выделенных местах, которые мы хорошо наблюдаем и которые получили название туманностей. Известно, что туманности бывают нескольких видов. Бывают туманности светлые и тёмные. Светлые туманности светятся сами. Тёмные мы видим, потому что они блокируют излучение фоновых звёзд или фоновых светлых туманностей. Светлые туманности, в свою очередь, разделяются на отражательные и эмиссионные туманности. И природу этих туманностей, значительный вклад в раскрытие природы этих туманностей внёс также Уильям Хаггинс, который в 60-е годы XIX века не только занимался кометными спектрами, он занимался ещё и спектрами туманностей. Он первым получил спектры таких объектов, как некоторые планетарные туманности, в том числе туманность Кошачий глаз, большая туманность Ориона. И благодаря своим наблюдениям он показал, что туманности, во-первых, обладают характерными спектрами, во-вторых, эти спектры совершенно не похожи на спектры звёзд. То есть мы совершенно точно имеем дело с незвёздным веществом, с веществом, которое имеет совершенно другие физические параметры. Конкретно спектры эмиссионных туманностей — это эмиссионные спектры, в которых практически нет непрерывного спектра, но при этом присутствует довольно значительное количество ярких эмиссионных линий, среди которых самой яркой является линия Аш-альфа, ну и соперничает с ней часто линия на длине волны 500 нанометров, которую сам Хаггенс приписал неизвестному науке элементу, который он называл Недулом, но потом оказалось, что эта линия принадлежит кислороду, но двукратно ионизованному. Естественно, во второй половине XIX века получить спектр в лаборатории двукратно ионизованного кислорода пока ещё не было возможно, и поэтому Хаггенс впал в такое заблуждение. Природа отражательных туманностей прояснилась благодаря наблюдениям Веста Слайфера, который в 1912 году опубликовал спектральное исследование отражательных туманностей у звёзд Плеяд, показав, что спектр отражательной туманности это всегда спектр какой-то ближней звезды, то есть отражательная туманность не светится собственным светом, она отражает свет какой-то близкой звезды, и Слайфер предположил, что такие туманности состоят из вещества, подобного веществу колец Сатурна, кометных хвостов, то есть состоят из пылина. В 1904 году стало ясно, что межзвёздное вещество не ограничено туманностями, туманности это просто верхушка айсберга, это те участки, где мы наиболее просто наблюдаем межзвёздное вещество, но на самом деле оно есть везде. В 1904 году Йоханнес Хартман обнаружил в спектре звезды Дельта Ориона, она же Ментака, это верхняя звезда в поясе Ориона, если смотреть из северного полушария. В спектре этой звезды он обнаружил линии, которые не преднадлежали самой звезде, которые рождались в пространстве между звездой и наблюдателем. И из этого, это была линия H, ионизованного кальция, из этого Хартман сделал вывод, что, по крайней мере, где-то на луче зрения между нами и Ментакой присутствует облако ионизованного кальция, но из этого можно было сделать вывод, что, наверное, есть и что-то ещё. Наблюдения этих линий, которые получили название межзвёздные линии поглощения, продолжались. В последующие годы были обнаружены не только линии кальция, но и линии магния, линии некоторых других металлов, натрия. И в 1937 году в межзвёздном спектре поглощения были обнаружены некие полосы, которые не удавалось приписать никакому известному атому или простому иону, и которые в конце 30-х, начале 40-х годов были интерпретированы как полосы поглощения молекул. А именно вот таких вот простых двухатомных соединений CH, CN и CH+. Таким образом, в самом конце 30-х, в самом начале 40-х годов были получены первые доказательства того, что молекулы и, соответственно, какие-то химические процессы могут иметь место в пространстве между звёздами. Не только на самих звёздах, не только в околозвёздном пространстве, как, например, в Солнечной системе, но и на больших расстояниях от звёзд, в межзвёздной среде. Первые модели, объясняющие происхождение этих молекул, были опубликованы в 1943 году, и модели эти были очень простыми, такими же простыми, как и молекулы, обнаруженные к тому времени в межзвёздном пространстве. Казалось, что всё достаточно просто. Мы имеем дело с распространёнными атомами, с атомами углерода, водорода, азота, и, в общем, не должно быть каких-то особых проблем с тем, чтобы они при столкновениях объединялись в молекулы. Вообще, в чём в целом состоит в данном случае проблема? Проблема состоит в том, что вы имеете два атома, два этих атома имеют какую-то свою кинетическую энергию, и при столкновении они с большой вероятностью просто разлетятся. Однако существует определённый вид процессов, которые называются реакциями радиативной ассоциации, которые позволяют избавиться от этой проблемы. И происходит это следующим образом. Если у вас в процессе столкновения двух атомов образуется столкновительный комплекс, и этот столкновительный комплекс успевает быстро излучить избыточную энергию в виде фотона, то он в результате этого излучения стабилизируется и становится уже обычной молекулой. Вот в первых моделях, которые публиковались в 40-е годы, использовались имевшиеся тогда сведения о реакциях радиативной ассоциации, и казалось, что всё очень хорошо, скорости этих реакций очень велики, и имевшиеся тогда модели всё, что нужно было, объясняли. Ну и, честно говоря, тогда это не было какой-то особой проблемой, потому что, в конце концов, какие-то заварящие три молекулы простенькие, ну, наверное, что-то можно придумать, чтобы объяснить их происхождение. В 1951 году Бейтс и Спитцер пересчитали скорости реакции радиативной ассоциации и показали, что они в межзвёздной среде не работают, вероятность излучения фотона очень и очень маленькая, соответственно, темпы этих реакций очень и очень малы, для происхождения межзвёздных молекул нужно искать какие-то другие причины, ну, за причинами тоже дело не стало, можно было предположить, что эти молекулы так или иначе рождаются в звёздах, о том, что на звёздах есть молекулы, к тому времени было уже известно, можно было предположить, что молекулы появляются в результате разрушения пылевых частиц, молекулы присутствуют в атмосферах многих звёзд, в том числе в атмосфере Солнца присутствуют молекулы, естественно, их ещё больше в атмосферах проэволюционировавших звёзд с холодными оболочками, и там эти молекулы просто хорошо наблюдаются, и, в общем, кажется вполне логичным, что они могут из звёзд со звёздным ветром попадать и в межзвёздную среду. Пылинки, как я уже говорил, в то время считались родственными веществу, в частности, кометных хвостов, то есть представляли по понятиям того времени грязный лёд, то есть каменистые частицы в перемешку с частицами льдов, и, в общем, тоже это было совершенно логичным предположить, что при разрушении таких пылинок какие-то простые молекулы могут в межзвёздную среду попадать. Вот пример такой очень известной звезды, CW2, это самый яркий инфракрасный источник в ближнем ЭКО-диапазоне на небе. Это как раз звезда, которая в изобилии выбрасывает и сложные молекулы, и пыль, и вот эти концентрические кольца, это как раз следы предшествующих выбросов вещества в околозвёздное пространство. В общем, в 40-е и 50-е годы наличие молекул в межзвёздной среде казалось вопросом, во-первых, более-менее решённым, а во-вторых, не очень интересным, и поэтому основные усилия в это время всё-таки были нацелены на выяснение в целом состава и физических условий в межзвёздной среде. Как я уже говорил, поначалу основным источником сведений о межзвёздном веществе были межзвёздные линии поглощения. Однако у линий поглощения всегда есть один и тот же недостаток. Вы можете их наблюдать только в тех направлениях, где у вас есть фоновый источник. Вы можете наблюдать только линии, связанные с определёнными элементами или ионами. И в 1938 году американские астрономы Струва и Элви решили, что более продуктивно будет исследовать межзвёздное вещество, используя линии излучения. Для того, чтобы наблюдать линии излучения, вам фоновый источник не нужен, вам просто нужен хороший телескоп и очень много терпения. Они решили, что будут искать ту самую линию, которая является самой яркой в эмиссионных туманностях, то есть линию Аш-Альфа, построили довольно замысловатый инструмент для того, чтобы эту линию наблюдать. И в 1938 году опубликовали работу, в которой показали, что не только эмиссионные туманности, но и обширные участки во всей полосе Млечного пути являются источниками излучения Бальмеровской линии и линии Аш-Альфа. В 1939 году Вэнг Стрёмгрен опубликовал работу, в которой объяснил происхождение линии Аш-Альфа и других водородных серий, тем, что излучение горячих звёзд со значительным вкладом в ультрафиолетовые области способно ионизовать в окрестностях этих звёзд межзвёздный водород. А затем, одновременно, параллельно с процессом ионизации происходит также процесс рекомбинации, но если ионизация происходит, как правило, из основного состояния атома водорода, то обратный процесс рекомбинации может происходить на любой уровень, в том числе на любой возбуждённый уровень, и электрон сначала попадает на один из верхних уровней, а потом как по лесенке спускается вниз, и спуская в процессе все спектральные серии. Но наиболее удобной для наблюдений и наиболее яркой оказывается линия Аш-Альфа, которая свидетельствует о том, что ионизованный водород в межзвёздном пространстве присутствует. В 1951 году было зафиксировано излучение нейтрального водорода на длине волны 21 см, тем самым стало ясно, что водород может пребывать не только в ионизованном состоянии, но и в состоянии нейтральном, причём этого водорода очень много, и, наконец, третье возможное состояние водорода было предсказано в 1955 году благодаря сопоставлению карт излучения атомарного водорода на 21 см и карт распределения тёмных туманностей. В принципе, можно было предположить, что водород и поглощающее вещество, то есть пылинки, хорошо перемешаны друг с другом, то есть там, где мы видим яркое излучение водорода, примерно в тех же самых местах мы должны видеть и поглощающие облака, но на практике оказалось, что корреляция отсутствует, и там, где мы видим наиболее сильное поглощение, связанное с пылевыми туманностями, излучение нейтрального водорода отсутствует, и из этого был сделан вывод о том, что существует третье состояние водорода, это состояние молекулярное, то есть значительная часть водорода объединена в молекулы, которые мы ни в оптическом, ни в радиодиапазоне наблюдать не можем. Но прежде чем я продолжу разговор о молекулах, несколько слов я скажу о четвёртом ингредиенте межзвёздного вещества, то есть три ингредиента, это ионизованный атомарный и молекулярный водород, ну и четвёртый ингредиент, это пыль, о которой я уже несколько раз упоминал, о том, что межзвёздное пространство заполнено поглощающим веществом, тоже догадки высказывались достаточно давно. Струве, родоначальник династии астрономической и основатель Пулковской обсерватории, писал об этом ещё в XIX веке, что должно присутствовать в межзвёздном пространстве некая поглощающая материя, и, к слову сказать, до войны слова «тёмная материя» означали исключительно вот это поглощающее вещество, которое заполняет пространство между звёздами. Начиная с работы американского астронома Роберта Трюмплера 1930 года неизменно считается, что это вещество пыль. Пылинки также собираются в облака, они могут быть как вот такими вот изолированными глобулами или более каких-то округлых очертаний, или более неправильных очертаний, они могут занимать и более обширные пространства, и являются признаком наличия твёрдой фазы. В межзвёздном веществе на самом деле на наличие твёрдой фазы указывают также сравнение атомарных составов Солнца и межзвёздного газа. Состав Солнца мы определяем из спектроскопии, состав межзвёздного газа мы определяем по межзвёздным линиям поглощения. У нас есть основания полагать, что солнечный химический состав является представительным, по крайней мере, для наших ближайших окрестностей. И сравнивая содержание различных элементов на Солнце и в межзвёздном газе, мы видим, что некоторых элементов в межзвёздном газе существенно меньше, чем на Солнце. Ну, точнее, их меньше всех. Но если летучих элементов ЦНО меньше в несколько раз в межзвёздном газе, то как только мы переходим к тугоплавким элементам, то различие сразу начинает измеряться многими порядками величины. Больше того, если мы этот недостаток элементов в межзвёздном газе по сравнению с солнечным химическим составом нарисуем как функцию температуры конденсации, мы увидим, что чем более тугоплавким является элемент, тем меньше этого элемента в межзвёздном газе, соответственно, тем больше его должно быть в твёрдой фазе, то есть в пылинках. Модели химической пыли на протяжении очень долгого времени строились на основании самого заметного свойства космической пыли, и на основании её поглощающего свойства. Методика очень проста, она появилась в 30-е годы, называется она Pair Matching, сравнение пар. Вы берёте две звезды одного и того же спектрального класса, одна звезда испытала существенное поглощение пылью, другая звезда испытала менее существенное поглощение пылью, например, потому что она находится ближе к нам. Вы сравниваете два этих спектра, вот это спектр звезды, которая не испытала поглощение, это спектр звезды того же спектрального класса, которая испытала поглощение. В реальности спектры у них должны быть одинаковые, вы вычитаете один спектр из другого и получаете так называемую кривую межзвёздного ослабления. То есть вы получаете характеристику поглощения, межзвёздного поглощения света на разных длинных волн. Одна из наиболее заметных деталей на кривой межзвёздного ослабления это вот этот вот горб на длине волны 2175 ангстрем. Центр находится. Это ультрафиолетовая область. Наблюдения в этом диапазоне начались только в 60-е годы при помощи высотных ракет. Ну и вот одно из самых первых определений кривой межзвёздного ослабления в ультрафиолетовом диапазоне показало наличие вот этого горба на 2000 ангстрем. А поскольку к тому времени уже было известно, что таким оптическим свойством обладает графит, логично было предположить, что по крайней мере частично космические пылинки это графитовые частицы. Ещё одна особенность кривой межзвёздного ослабления проявляется в инфракрасном диапазоне. Тоже в конце 60-х годов такие наблюдения были проведены. И эти особенности в поглощении на длинных волн примерно 10 и 20 микрон традиционно связывают с различными поливаниями связей вот в такой вот структурке, которая возникает в различных силикатных минералах. И таким образом к 70-м годам возникла так называемая графитосиликатная модель пыли, кульминацией которой является, наверное, работа Мэтиса, Рампла и Норцика 1977 года, которая до сих пор очень широко используется, известна как модель МРН. Согласно модели МРН, пылинки состоят из примерно равной смеси графитовых и силикатных частиц, примерно вот с такими вот пределами размеров и с довольно крутым распределением по размерам с показателем степени минус 3,5. Эта модель очень проста, поэтому она очень популярна, ею до сих пор широко пользуются, но уже в 80-е годы стало ясно, что она как минимум не полна, а может быть и вовсе неправильная. И здесь основной роль сыграла появившаяся возможность наблюдать не только поглощение, связанное с пылью, но и наблюдать излучение, связанное с пылью. Межзвездные пылинки должны быть холодными, межзвездные расстояния велики, соответственно, поле излучения звездное очень сильно дилетирует, и поэтому, если вы посчитаете равновесные температуры пылинок в целом, в среднем, где-то в межзвездном пространстве, между звездами, вы получите величину порядка 15 кельвинов для силикатных пылинок и 17 кельвинов для более черных графитовых пылинок. И вот это тот спектр, который ожидается от пыли, описываемой моделью МРН. Это фактически абсолютно черное тело при температуре порядка 20 кельвинов. Наблюдения, которые появились в то время, показали, что действительно длинноволновая часть излучения пыли очень хорошо описывается этой кривой, но при этом присутствует избыточное излучение, причем довольно сильное избыточное излучение в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. В этом диапазоне МРН пылинки никак светиться не могли, и для того, чтобы объяснить этот избыточный континуум, было предложено еще одно дополнительное население пыли. Это так называемые очень мелкие пылинки. Очень мелкие пылинки отличаются от более крупных частиц. Крупная в данном случае, это характерный размер пылинок МРН, это 1,1 микрона. Мелкие пылинки отличаются от крупных режимом нагрева. Крупная пылинка велика, ее собственная тепловая энергия тоже велика, при этом из-за большого сечения она довольно часто испытывает столкновения с фотонами, поглощает их и в результате нагревается. Но каждый фотон дает только небольшую добавочку к общей тепловой энергии пылинки, и поэтому ее температура держится примерно на равновесном уровне и с течением времени не меняется. Другое дело, если у вас маленькая пылинка. У маленькой пылинки маленькая тепловая энергия и маленькое сечение. Она редко поглощает фотоны, но при этом каждый фотон очень сильно увеличивает ее тепловую энергию и очень сильно увеличивает ее температуру. Если вы посмотрите на зависимость температуры такой пылинки от времени, вы получите не вот такую вот примерно ровную линию, как для пылинки крупной, а получите вот такую вот пилу. Поглотила фотон, нагрелась до высокой температуры, остыла. Поглотила следующий фотон, остыла. Средняя температура оказывается даже ниже, чем равновесная температура крупных пылинок. Но при этом часть времени пылинка проводят в высоком состоянии, в состоянии с высокой температурой, и в это время она как раз является источником вот этого избыточного инфракрасного континуума. Ну и наконец, еще одно население пыли пришлось ввести в связи с повсеместным обнаружением так называемых неидентифицированных инфракрасных полос. Впервые они были обнаружены в 1973 году, но основное их исследование началось после того, как полетела в середине 90-х годов инфракрасная космическая обсерватория ИСО, которая показала, что практически повсеместно, в спектрах очень многих объектов, в диапазоне от 3 до 20 микрон, присутствует значительное количество полос, эмиссионных полос, которые здесь красным цветом показаны. И эти полосы в принципе согласуются с положением полос, спектральных эмиссионных полос, так называемых полициклических ароматических углеводородов. Это частицы, которые занимают, по сути, промежуточное положение между молекулами и пылинками, поскольку самая маленькая из этих молекул, эта молекула нафталина, состоит всего из 18 атомов. Почему полициклические? Потому что эти молекулы складываются из некоего количества бензольных калечек. Бензол – это такая шестигранная молекула кольцевая, и вы из них можете, как из плитки, выкладывать довольно большие плоские образования. Вот самая маленькая – это нафталин, три штуки фенантрен, ну и дальше всякие забавные названия есть. По этой причине сейчас считается, по крайней мере на словах, считается, что полициклические ароматические углеводороды тоже являются важным компонентом пыли, который связывает в себе несколько процентов вообще всех атомов углерода, по крайней мере в нашей галактике. Почему я так несколько условно это говорю? Потому что, хотя связь с ароматическими соединениями сейчас уже практически не оспаривается, неидентифицированные инфракрасные полосы остаются неидентифицированными. Ни одной конкретной молекуле вот эти полосы пока приписать не удалось. И в последнее время вообще всё шире рассматривается такое предположение, что вот этих регулярных структур мы в космосе, конечно, иметь не можем. Мы имеем некие более сложные агрегаты углеводородных соединений, в которых могут встречаться и ароматические связи, и неароматические связи, но в чистом виде полициклических ароматических углеводородов мы, возможно, так там не имеем. Так или иначе, в современные модели пыли приходится вводить существенно больше компонентов, чем в модели МРН. Ещё одна популярная модель, Вайнгартнер Дрейн 2001 года, включает в себя силикатные пылинки, тоже со степенным распределением по размерам, которое не очень сильно отличается от распределения МРН. А вот в углистых пылинках приходится вводить население крупных частиц, это что-то такое а-ля МРН, население очень мелких пылинок, которое нужно для того, чтобы объяснить избыточный инфракрасный континуум, и население, так называемое население ПАО, население полициклических ароматических углеводородов, ну вот с теми оговорками, о которых я говорил. Модель Вайнгартнер Дрейна тоже очень популярна, и опять же, это не означает, что она верна, скорее всего, что и она имеет свои недостатки. Недостатки эти, вероятно, в большей степени связаны с тем, что мы не можем вообще космическую пыль рассматривать как некий статический компонент Вселенной, она эволюционирует, её свойства меняются со временем, её свойства меняются от места к месту в нашей галактике, её свойства различны в разных галактиках. В общем, мы можем сейчас уверенно сказать, что космические пылинки состоят из некой смеси силикатных частиц, углеводородов, и неких ароматических частиц, но в остальном, вероятно, нас ещё ожидают различные интересные открытия. Эта тема одна из тем, которыми мы у нас в институте тоже довольно активно занимаемся. Ну хорошо, вернёмся к межзвёздной среде. Итак, к концу 50-х годов было ясно, что основным компонентом межзвёздного вещества являются водород и гелий. Водород может находиться в одном из трёх состояний ионизованный, атомарный и молекулярный. И когда мы говорим об ионизованной среде, об атомарной среде, мы говорим исключительно о водороде. То есть, например, когда мы говорим о молекулярном веществе, в межзвёздной среде нашей галактики мы имеем в виду, что в форме молекул там находится водород. Остальные элементы могут находиться и в форме атомов, и в форме ионов, но то, что основной элемент находится в молекулярной форме, является достаточным поводом для того, чтобы считать эту среду молекулярной. Вы наверняка какую-то такую картинку видели в разделении межзвёздного вещества в нашей галактике на фазы. Тут, возможно, разные варианты. Этот вариант взят из книги Тиленса, ссылку на которую я дам в конце. Но суть, в общем, проста. Три основные фазы межзвёздной среды. Горячая, тёплая, холодная. И именно в холодной фазе межзвёздной среды наблюдается наибольшее разнообразие молекулярного состава. И мы теперь знаем, что молекулярное вещество в нашей и других галактиках не распределено равномерно. В межзвёздном пространстве напротив оно сосредоточено в так называемых молекулярных облаках. На долю которых в нашей галактике приходится примерно половина всей массы межзвёздного вещества. При этом они занимают 1-1,5% объёма галактического диска. В нашей галактике у нас по понятным причинам есть некие проблемы с наблюдениями молекулярных облаков, потому что они сосредоточены в галактическом диске. И мы тоже сидим в галактическом диске. Но вот в других галактиках мы это можем очень хорошо видеть. галактика М51 это обычное изображение, а это изображение в линии излучения молекулы СО. Тут видно, во-первых, что распределение не равномерно. Молекулярный газ собран в отдельные облачка, которые главным образом концентрируются к спиральным рукавам. Ближайшие к нам молекулярные облака это молекулярные облака в созвездии Ориона. Вот они здесь показаны серым цветом. И молекулярные облака в созвездии Тельца. Это такие умеренных размеров молекулярные облака. Облака в Тельце имеют суммарную массу несколько единиц на 10 в 4 масс Солнца. Облака в Орионе, Орион А и Орион Б, имеют массу примерно по 10 в 5 масс Солнца. На небе облака в Орионе занимают существенно меньшее место, просто в силу того, что они находятся примерно в 3 раза дальше, до Тельца примерно 140 парсеков, до Ориона расстояние примерно в районе 500 парсек. Этот комплекс довольно протяжен по лучу зрения. Молекулярные облака и происходящие в них процессы привлекают к себе очень большой интерес по вполне понятным причинам. Именно молекулярные облака, именно холодные молекулярные вещества, это то место, где рождаются звездные планетные системы, это то место, где когда-то давно, 4,5 миллиарда лет, образовалась и Солнечная система. И исследуя молекулярные облака, исследуя те процессы, которые в них происходят, мы исследуем этот ключевой этап в эволюции Вселенной, превращение газа в звезды. Однако в исследованиях этого этапа у нас есть одна очень большая проблема. И проблема эта связана с тем, что самая распространённая молекула в молекулярных облаках это молекула H2. Всё, что происходит в молекулярных облаках, в том числе процессы образования звезд и планет, это процессы, происходящие с молекулярным водородом. И молекула водорода практически не может наблюдаться. У неё отсутствуют переходы, которые при таких низких температурах и низких плотностях возбуждались бы и могли бы легко быть детектированы при помощи наземных инструментов. И на самом деле, хотя существование молекулы водорода было предсказано ещё в 1955 году, первое её обнаружение относится к 1970 году. Она не излучает сама, но при этом она обладает многочисленными линиями поглощения в ультрафиолетовом диапазоне. И если у вас есть подходящий ультрафиолетовый источник и у вас есть возможность наблюдать на длине волны порядка 100 нанометров, тогда вы можете наблюдать в спектре этого ультрафиолетового источника межзвёздные линии поглощения, связанные с молекулярным водородом. Источников таких очень мало, и поэтому наши возможности прямого наблюдения молекулярного водорода очень и очень ограничены. И это обидно, потому что на самом деле именно это нас и интересует. Ну, как говорится, природа коварна, но не злонамерена. Молекулу H2 наблюдать нельзя, но помимо неё в молекулярных облаках содержится ещё очень большое количество других молекул. И вот такой, на мой взгляд, наглядный пример, известнейшая туманность, туманность Хонская голова. Мы её видим благодаря тому, что в ней присутствует пыль. Пыль поглощает фоновое излучение вот этой вот области ионизованного водорода, возбуждённой звездой Сигма Ориона. И в принципе по распределению пыли мы можем составить себе представление, как в целом распределено вещество в этой области. Мы предполагаем, что пыль и газ хорошо перемешаны друг с другом, и отношение массы у них везде, по крайней мере в наших ближайших окрестностях, примерно 1% массы пыли от массы газа. Это та же самая область в инфракрасной колебательной линии молекулярного водорода. Только вот на этой кромке облака, вот здесь, там где вещество всё ещё довольно плотно, но при этом уже нагрето до высокой температуры излучением звезды Сигма Ориона, молекулярный водород начинает светиться. Здесь слишком темно, здесь молекулярный водород диссоциирован излучением звезды, и вот только вот этот узенький слой, который мы можем в молекулярном водороде наблюдать. Если же мы посмотрим на ту же самую область в линии излучения молекулы СО, то мы увидим примерно такую же структуру, по крайней мере вот этот вот шея коня и холка хорошо в излучении молекулы СО просматриваются. Для того, чтобы качественно наблюдать молекулы, понадобились не те инструменты, при помощи которых молекулы впервые были детектированы в 30-е годы. Настоящие исследования молекул начались после того, когда в распоряжении астрономов в послевоенное время появилось большое количество радиотелескопов, и проникла в головы астрономов мысль о том, что радиодиапазон это в общем очень полезная штука, при помощи которого и с его помощью можно исследовать как раз холодное вещество в нашей Вселенной. Одна из пионерских работ в этом отношении была в 1949 году, опубликована Иосиф Сумиловичем Шкловским. Смысл радионаблюдений состоит в том, что у молекул есть дополнительные степени свободы, дополнительные по сравнению с атомами. То, что мы наблюдаем в атомах, это всегда линии, так или иначе связанные с движением электрона. В молекулах есть другие движения, это могут быть колебательные движения, вращательные движения, какие-то комбинированные движения. Все эти движения также квантованы, с ними связаны определенные энергетические уровни, но при переходах с одного уровня на другой молекула излучает или поглощает фотон уже существенно более длинноволновый. В случае вращательных переходов это фотоны в радиодиапазоне, в случае колебательных переходов это фотоны в инфракрасном диапазоне. Но если у вас есть возможность проводить такие наблюдения, вы получаете еще одно окно во Вселенную. Первая молекула в радиодиапазоне была открыта в 1963 году, это была молекула гидроксила. И это, кстати, одно из существенных различий между земной химией и астрохимией, когда я об этом рассказываю на химфаке. Они отказываются ОАЖ признавать молекулой. ОАЖ это радикал, он не может существовать в свободном виде, говорят на химфаке, а может оказываться совершенно без проблем. В 1968 году уже по излучению молекула АЖ была открыта в поглощении. В 1968 году было обнаружено излучение аммиака и воды. В 1969 году было обнаружено излучение формальдегида. Ну и вот в 1970 году были одновременно обнаружены две очень важные молекулы. Молекулы впервые, как я уже говорил, было зафиксировано поглощение, связанное с наличием молекулы водорода в межзвёздной среде. И в 1970 году по радиоизлучению была открыта молекула СО. Молекула оксида углерода, самая распространённая молекула после молекулы H2, которая сейчас используется в качестве замены молекулярного водорода, в качестве основного трейсера молекулярного газа. И когда вы видите карты распределения молекулярного газа, это практически всегда будут карты излучения молекулы СО. Ну и с тех пор примерно по нескольку молекул каждый год открывается. В 2018 прошедшем году была открыта самая большая молекула. Никак я не запомню, то ли бензонитрил, то ли нитробензол. Простите меня, придётся вам это дело погуглить. Это очень разные молекулы. В общем, это бензольное колечко, у которого оторван атом водорода, и вместо него подсоединён радикал ЦН. Это самая большая из молекул, которые на сегодняшний день достоверно идентифицированы в межзвёздной среде. Это молекула, которая содержит 13 атомов в своём составе. Но таких довольно сложных органических молекул сейчас известно очень много. Полный список насчитывает уже более 200 наименований. Причём в это число они входят изомеры, изотопомеры. Так что на самом деле различных соединений существенно больше. И здесь можно видеть, что хотя много известно простых молекул, двух-трёх атомных, но при этом значительное количество известно также и молекул, состоящих из существенно большего количества атомов. Молекул, которые в астрахимии называются сложными органическими соединениями. Комплекс organic molecules. С этим химики тоже спорят, потому что вы видели наверняка какие-нибудь картинки молекул ДНК. И, конечно, в сравнении с ними 13-атомную молекулу назвать сложно, это довольно смешно. Но, тем не менее, нужно учитывать, что совершенно другие условия там царят. И поэтому даже 13-атомную молекулу собрать, это в общем не очень тривиально. Эти молекулы привлекают к себе очень существенный сейчас интерес по нескольким причинам. Во-первых, наблюдение этих молекул, это единственная возможность диагностировать условия в молекулярных облаках. Молекула H2 нам такой возможности не предоставляет. Во-вторых, некоторые из этих молекул сами являются активными участниками этих процессов. Например, молекула СО при некоторых условиях может быть очень важным охладителем. То есть она может работать в качестве стока энергии, может остужать полусреду, в которой она находится. Ну и, наконец, значение мировоззренческое. Мы, благодаря наблюдениям этих молекул, знаем, что молекулярный синтез может заходить довольно далеко в молекулярных облаках. Ну вот здесь, в частности, присутствует молекула С2H5OH. И эта молекула даже попала в газеты, когда она была обнаружена. На страничке одного из отцов современной астрахимии Тома Миллора есть вырезка из газеты, которой журналисты радостно сообщают, что учёные нашли в космосе этиловый спирт. И большая часть этой заметки посвящена подсчётам, сколько бы мы его могли пить, если бы нам каким-то образом удалось туда доставить трубу, протянуть. Но, естественно, есть и другие более менее скандальные молекулы. В том числе вот здесь выделена молекула глицина. Уже несколько раз сообщалось об открытии в молекулярных облаках простейшей аминокислоты. Это, конечно, ничего особого не значит. Это то, что называется психологически важный барьер. То есть вот найти аминокислоту в молекулярных облаках, и уже вроде как почти жизнь нашли. На самом деле, конечно, это не так. Но, тем не менее, сообщения такие время от времени появляются. Правда, в силу значительной сложности идентификации органических молекул, открытие глицина до сих пор всегда за ними следовало закрытием. Давайте я ещё пару слов скажу, с чем связаны эти сложности. Эти сложности связаны с тем, что по понятным причинам, чем больше у вас атомов в молекуле, тем больше различных вариантов движений присутствует в этой молекуле. Это колебательные, вращательные, крутильные колебания. Причём все они взаимодействуют друг с другом, и количество линий одной молекулы может исчисляться многими тысячами. При этом существует ещё такая штука, как изотопомер или изотопологи. Это та же самая молекула, но в ней некий основной изотоп замещён неосновным изотопом. Например, водород замещён диетерием, или атом 12С замещён атомом 13С. У таких молекул свой спектр, который немножко отличается от спектра основного изотополога. Ну и этих молекул 200 штук. Их спектры накладываются друг на друга, и вы в результате имеете такой чистокол линий в спектре. Всё это находится в субмиллиметровом диапазоне, который через нашу атмосферу либо не проходит совсем, либо проходит с большими проблемами. То есть это ещё и очень сложно наблюдается. И естественно, когда вы из этого огромного чистокола выделяете три линии и говорите, что это линии глицина, вам очень сложно убедить научное сообщество в том, что вы не ошиблись. И открывателям глицина это пока не удалось. Но тем не менее, интерес к молекулам очень большой. Диагностический потенциал, которым они обладают, очень велик. Наблюдая спектральные линии, мы получаем весь выход спектрального анализа, то есть мы можем получать данные о скорости, плотности, температуре. Правда, при этом есть существенные проблемы, которые отличают даже от звёздной спектроскопии. Эти исследования, когда вы изучаете спектр звёзд, вы, по крайней мере, не видите спектр всей звезды, вы видите спектр только атмосферы. Когда вы наблюдаете молекулярное облако, вы наблюдаете излучение всего молекулярного облака и того вещества, которое находится перед молекулярным облаком, и того вещества, которое находится за молекулярным облаком, и вам это нужно каким-то образом рассортировать. Задача переноса излучения оказывается, анализ переноса излучения оказывается весьма сложным. Но это всё проблемы как бы технические. Но существуют две фундаментальные проблемы, которые затрудняют эту работу. Во-первых, молекулы, о которых идёт речь, очень малочисленны по сравнению с молекулярным водородом. Конечно, если собрать все молекулы этанола из молекулярного облака, понадобится очень большое количество цистерн для того, чтобы их хранить. Но в сравнении с молекулярным водородом содержание сложных молекул ничтожно мало. Во-вторых, если мы, говоря о пыли, предполагаем, что она хорошо перемешана с молекулярным водородом, то в случае молекул мы можем быть совершенно уверены в том, что они не перемешаны с молекулярным водородом. Они имеют, каждая молекула, своё собственное пространственное распределение в молекулярном облаке. И это, конечно, тоже нужно учитывать. Ну вот о содержании. Самая распространённая молекула после молекулярного водорода, как я уже говорил, это молекула СО. Её содержание 10 в минус 4 по сравнению с молекулярным водородом. Всего остального существенно меньше. Типичное содержание молекул 10 в минус 8, 10 в минус 10 относительно молекулярного водорода. То есть нужно всегда помнить, что мы о поведении целого пытаемся судить по очень-очень-очень незначительным примесям. Ну, в конце концов, это не такая уж проблема. Это проблема чувствительности телескопов. Если у нас есть чувствительный инструмент, то мы и 10 в минус 8, и 10 в минус 9 видим. На самом деле сейчас придёт в обнаружение. Это величина порядка 10 в минус 13 содержания молекул относительно молекулярного водорода. А вот перемешивание их, точнее, не перемешивание с молекулярным водородом, это проблема существенно более важная. В качестве примера я покажу очень популярную среди наблюдателей глобулу. Это глобула B68. Находится она, если мне память не изменяет, в созвездии змеиносца, и она очень удобно расположена. Она изолирована от других облаков тёмного вещества. Видите, здесь исключительно звёздный фон присутствует за ней. Она находится близко к нам, потому что нет ни одной звезды переднего фона. Расстояние до неё примерно 80 парсек. Очень удобный объект для исследований, изъезженный вдоль и поперёк. Ну, вы, наверное, знаете, что эффект поиска под фонарём в астрономии очень сильно развит. То есть многие объекты бывают хорошо изучены не потому, что они типичны, а потому, что их просто наблюдают. Так вот, тёмная глобула. B68. Масса несколько масс Солнца. Размер меньше парсека. Очень хорошо видна в видимом диапазоне, как такая вот клякса на общем звёздном фоне. Это комбинированное изображение в полосах BVI, а здесь V убрано, а добавлена полоса K. 2,2 микрона. И в инфракрасном диапазоне уже глобулы становятся существенно более прозрачными. Появляются фоновые звёздочки. Вот эти вот красные звёздочки, несколько тысяч штук. Их становится видно. Исследуя эти звёзды, вы можете определить количество пыли на луче зрения в глобуле. И тем самым построить распределение массы внутри глобулы, предполагая, что пыль хорошо перемешана с газом. И ту же самую задачу вы можете решить теперь, наблюдая собственное излучение пыли. Это изображение той же самой глобулы, но на длине волны 850 микрон. Это тепловое излучение пыли, порядка 10-15 кельвинов. И мы видим ту же самую структуру. Плотное центральное ядро. Вот тут какой-то хвостик. Вообще имеются исследования, которые подсказывают, что это столкновение двух облаков происходит в данной области. Что уже делает объект несколько нетипичным. Но тем не менее, наблюдатели его всё равно очень любят. Иными словами, по пыли мы действительно и по поглощению, и по излучению мы получим хорошо общую структуру глобулы восстанавливания. А вот если мы смотрим на ту же самую глобулу в молекулярных линиях, мы видим совершенно другую картину. Вот это излучение молекулы СО. Вращательный переход 1-0, то есть переход из первого возбуждённого в основное состояние. Это длина волны 2,6 мм. И мы видим здесь совершенно другую картинку. Мы видим, что излучение молекулы СО хорошо идёт с периферии, а вот из центральной области его существенно меньше. По каким-то причинам молекула СО предпочтительно светит с окраин этого ядра, но не из его центра. Это тоже очень хорошо наблюдаемый ион N2H+, в сантиметровом диапазоне. Светится это близкий родственник молекулярного азота, а не АК. Об этом ещё ровно будет у нас речь. Он тоже очень хорошо наблюдается во многих подобных объектах. И здесь мы наоборот видим только центральную часть. Ион N2H+, светится только из центральной части глобулы, но не светится с её периферии, там, где наоборот доминируют молекулы СО. Иными словами, наблюдая примесные молекулы, а ничего другого мы наблюдать не можем, мы всегда должны учитывать особенности их пространственного распределения. И вообще говоря, мы не можем решить эту проблему, если у нас нет модели тех химических процессов, тех химических реакций, которые происходят в подобных объектах, которые определяют зависимость их молекулярного состава от времени и от координат внутри объекта. И, собственно, именно эта задача и стоит перед астрохимией. Понять, как, когда и где синтезируются различные наблюдаемые молекулы, и понять, что именно мы при помощи различных наблюдений различных молекул можем диагностировать. И здесь как раз проявляются особенности, которые отличают астрохимию от земной химии. И на самом деле одна из основных особенностей здесь стоит последним пунктом. В астрохимии мы практически исключительно имеем дело с двухчастичными реакциями. И это, как это ни странно, усложняет картину. Почему? Потому что такие реакции практически невозможно воспроизвести в лаборатории. Когда мы говорим о плотных молекулярных облаках, человек занимается молекулярными облаками, ему сказать плотность 10 в 6 частиц в кубическом сантиметре, он скажет, ого, эта плотность совершенно недостижима ни в каких земных вакуумных насосах. Попытки воспроизвести такие реакции есть, но они всегда связаны с очень большими расходами, они связаны с очень сложным оборудованием, и возможности, которые они предоставляют, достаточно узкие. То есть тут приходится полагаться либо на вот эти немногочисленные эксперименты, либо на теоретические расчеты, которые тоже оказываются весьма и весьма сложными. Это приводит к определенным проблемам, но о них я скажу чуть позже. Ну и две еще большие проблемы. Низкая температура, низкая плотность. Мы все знаем, что чтобы химический процесс пошел поживее, нужно вещество подогреть, поскольку температура ускоряет химические реакции. Ну вот, к сожалению, подогревать там особо нечему. Температуры очень низкие в молекулярных облаках, это величины порядка 10 кельвинов, иногда это единицы кельвинов. Очень низкие плотности, но, правда, нужно сказать, с другой стороны, времена очень и очень длительные. Проводить химические эксперименты в лаборатории на протяжении миллиона лет мы пока не в состоянии. Но, тем не менее, вот такие проблемы есть. Поскольку это достаточно сложно все реализуется в практическом виде, о чем я буду говорить дальше, все еще довольно популярны работы, в которых анализ наблюдений молекул проводится без использования химических моделей, на основании каких-то общих соображений. Ну вот, что можно определить по наблюдениям молекул, не прибегая к сложному моделированию. Ну, в общем, не очень много. Сам факт наличия молекулярного облака. Ну, тут, как говорится, не поспоришь. Если вы наблюдаете излучение СО, значит, там есть молекулярный газ. Плотность газа, лучевая концентрация, плотность объемная, лучевая концентрация, то есть это на луче зрения. Существуют некоторые методы интерпретации наблюдений молекул, позволяющие определить величину и или направление магнитного поля. Существуют молекулы, в частности аммиак, которые позволяют диагностировать температуру вещества. Ну и поскольку вы имеете дело со спектрами, со спектральными линиями, вы через эффект доплера имеете доступ к скорости движения вещества в этом объекте. Но, хотя это по-прежнему работа довольно популярна среди наблюдателей, нужно признать, что всё-таки в настоящее время уже удовлетворительным такой подход назвать нельзя, потому что мы прекрасно знаем, что и содержание молекул, и в целом плотность вещества, и величина магнитного поля, и температура, и скорость, всё это по облаку варьируется. И поэтому, если, допустим, в 70-е годы можно было опубликовать статью, что мы пронаблюдали молекулярное облако и определили, что там температура 30 кельвинов, вот так ещё можно было несколько десятков лет назад делать. Сейчас, конечно, это уже совершенно неудовлетворительно, и поэтому всё-таки нужно признать, что без химических моделей сейчас люди наблюдения интерпретируют всё реже и реже. Что же там происходит? Как мы сейчас себе видим процессы, происходящие в молекулярных облаках, что определяет их молекулярный состав? Итак, это только двухчастичные реакции. Трёхчастичные реакции начинают играть роль, начиная с концентрации 10 в 12 частиц на кубический сантиметр. Такие концентрации встречаются очень и очень редко. Реакции делятся на двухчастичные и реакции с различными внешними факторами. В качестве внешних факторов выступают в основном фотоны и частицы космических лучей. Ну и вот, как я уже говорил в самом начале, изначально предполагалось, что вы можете формировать наблюдаемый молекулярный состав, просто комбинируя атомы. Вот вы берёте атом С, атом H, соединяете их, и через реакцию радиативной ассоциации получаете радикал CH. Но в 1951 году были пересчитаны темпы этих реакций, оказалось, что реакции радиативной ассоциации в качестве метода формирования химических связей не работают в силу очень низкой скорости. То есть они работают, но очень и очень медленно, и эти времена слишком длинны по сравнению с характерными временами жизни молекулярных облаков. Нужно что-то побыстрее. Потом, когда у вас молекулярный состав уже более-менее сформирован, нейтральные реакции могут участвовать в процессах перераспределения химических связей, то есть в процессах перестройки уже сформировавшихся молекул. Но изначальный молекулярный состав вы таким образом сформировать не можете. Для того, чтобы использовать эти реакции в вычислениях, используется, как правило, вот такая вот планетризация, и следующие люди увидят в ней уравнение Арейнуса. Величина гамма определяет возможное наличие порога у реакции, то есть то, что она начинает с высокой скоростью протекать только при преодолении некоего температурного барьера. Эта величина описывает вероятность того, что данное конкретное столкновение приведет к реакции в зависимости от температуры. Если бы реакция не зависела от температуры, β для всех таких реакций было бы одной и второй, потому что количество реакций определялось бы просто количеством столкновений. Но поскольку вероятность протекания реакции от температуры также зависит, β может принимать разнообразные значения. И для того, чтобы эту реакцию включить в модель, вы должны получить три числа, знак α, β, γ. Но еще раз, нейтральные реакции работают потом. Сначала должны работать какие-то другие реакции. И вот в 1973 году было опубликовано сразу две работы, авторы которых фактически заложили основы современной астрохимии, высказав предположение, что вы можете существенно ускорить тем протекания химических реакций, если один из реагентов будет каким-то образом ионизован. То есть две нейтральные частицы друг с другом реагируют очень плохо. А вот ион и нейтральная частица реагируют существенно большей вероятностью. Такие реакции называются ион-молекулярными или ион-нейтральными. И, как следует из их названия, это реакции, в которых нейтральный компонент реагирует с ионизованным компонентом. Параметризация скорости та же самая, но ион-молекулярные реакции обладают одним очень важным свойством. Их скорости возрастают при понижении температуры. Чем ниже температура, тем более эффективно эти реакции работают. Именно этим обуславливается их высокая роль именно в межзвездной химии. И с этим связано, что величина бета у этих реакций, как правило, отрицательна или равна нулю. Ну и несколько родственная реакция. Это реакция диссоциативной рекомбинации. Ион может рекомбинировать с ионом, нейтрализоваться при этом. Но если у вас атом, рекомбинируя с электроном, превращается в нейтральный атом, то молекула может в процессе не просто нейтрализоваться, но еще и развалиться. Поэтому это рекомбинация, но рекомбинация диссоциативная. Поскольку молекула с одной стороны нейтрализуется, а с другой стороны прекращает свое существование. Параметризация та же самая, но без экспоненциального члена, поскольку порогов у этих реакций не бывает. Откуда берется ионизация? Первая мысль, что это связано с ионизующими излучениями, с фотонами. Однако, как показывают расчеты, фотоны это скорее фактор деструктивный. И те реакции ионизации и диссоциации, которые связаны с взаимодействием молекул и фотонов, приводят к разрушению химических связей. Опять же, ни о каком первичном появлении богатого молекулярного состава здесь речь не идет. Для фотореакций очень широко применяется вот такая вот параметризация, где альфа это коэффициент скорости для среднего межзвездного поля излучения в окрестностях Солнца. Ж0 это масштабный фактор, который показывает, насколько у вас в исследуемой области поле излучения, поскольку раз оно сильнее или слабее поля излучения в окрестностях Солнца. И вот этот экспоненциальный фактор описывает ослабление фотопроцессов при углублении в недрах молекулярного облака. Молекулярное облако заполнено пылью, соответственно, ультрафиолетовое излучение в него проникает с большим трудом, и по мере того, как вы удаляетесь от границы облака, фотопроцессы у вас становятся все менее и менее эффективными. Да, ну вот что это за поле в окрестностях Солнца, поскольку это важный фактор ультрафиолетового излучения, важный фактор и в нагреве межзвездного вещества, и в химических процессах. До него придумано несколько параметризаций. Роль играет поле излучения в довольно узком диапазоне от Лайберновского предела до примерно 2500 ангстрем. Фотонов с длиной волны меньше Лайберновского предела мало, поэтому их можно не учитывать. Фотоны с длиной волны меньше 2500 ангстрем обладают слишком невысокой энергией, чтобы играть какую-то роль в химических и физических процессах, поэтому достаточно рассматривать только вот этот кусочек. Для него придуманы разные параметризации, и обычно поле излучения задается в качестве какого-то масштабного фактора. То есть предполагается, что форма спектра везде одна и та же. Всё, что нужно знать о поле излучения, это указать, насколько оно сильнее или слабее поле излучения в окрестностях Солнца. Но, как я уже сказал, это всё работает потом. Фотореакции работают на разрушении химических связей. Сначала их нужно как-то создать. И вот оказывается, что наиболее эффективным ионизующим фактором, таким достаточно мягким, для того, чтобы не разрушать химические связи, а их создавать, оказываются космические лучи. Космические лучи – частицы сверхвысоких энергий, которые пронизывают всю нашу галактику, которые представляют собой главным образом протоны и альфа-частицы, то есть ядра водорода и гелия, ну и все прочие ядра, примерно в солнечной пропорции, за исключением лития, берильда и бора. Так вот, именно космические лучи, которые беспрепятственно проникают в недра молекулярных облаков, оказываются тем самым фактором, инициирующим начало цепочек химических процессов. Параметризация здесь очень простая. Есть некая каноническая величина, дзета, которая называется скорость ионизации космическими лучами. Ее величина традиционно принимается равной 1,3 на 10 в минус 17 степени актов ионизации в секунду в расчете на один атом водорода. Для других реакций, связанных с космическими лучами, не ионизации водорода, ионизации каких-то других компонентов, существует опять же некий фактор альфа, который описывает это различие. Ну и естественно, его должно внушить на концентрацию. В последнее время появляются работы, в которых показывается, что вот эта величина, она может быть не такая уж каноническая, и если мы смотрим в разные области галактики, мы можем где-то встречать и величины порядка 10 в минус 14, что очень много, и мы можем встречать где-то области в нашей галактике, где скорость ионизации космическими лучами падает до величин, сопоставимых с темпами ионизацией радионуклидами, но об этом, может быть, я успею сказать несколько позже. Итак, у нас есть некий набор реакций, у нас есть параметризации для этих реакций. Допустим, мы для этих реакций знаем величины параметров альфа, бета, гамма. Дальше математически все оказывается очень просто. Мы записываем уравнение химической кинетики для каждого из компонентов вот в таком вот виде. Выглядит, может, немножко страшновато, но на самом деле все безумно просто. Производное по времени содержание некоего компонента и того в данной точке пространства, в данный момент времени, это сумма реакций, в которых этот компонент синтезируется, минус те реакции, в которых он разрушается. Реакции, это двухчастичные реакции и реакции со внешними факторами, в которых компонент синтезируется и разрушается. Построить такие уравнения довольно просто, и дальше вы можете их решать. Они, правда, оказываются несколько нехорошими с математической точки зрения. Они оказываются жесткими, но существуют, к счастью, проверенные методы, которые можно использовать. И, в общем, математическое интегрирование этих уравнений никакого труда не вызывает. Значит, что вам для этого нужно знать? Сами уравнения вы записали, но коэффициенты скоростей зависят у вас от температуры, зависят от того, насколько глубоко в молекулярном облаке вы находитесь, зависят от того, какое у вас поле излучения. Все это вы должны, исходя из каких-то соображений, задать. Это могут быть какие-то общие соображения, это могут быть результаты какого-то другого моделирования, и моделирования газодинамических процессов. Если у вас это все есть, дальше вы можете эти уравнения решать. Тут два основных подхода. Один подход — это подход равновесный. То есть вот эти производные обнуляем, получаем систему алгебраических уравнений, решаем ее стандартными методами, получаем равновесный химический состав. Метод, который изначально был очень популярен, сейчас практически не используется, поскольку сейчас ясно, что химический состав в межзвездной среде неравновесный. Время достижения химического равновесия — 10 восьмой степени лет, молекулярные облака столько не живут. Поэтому нужно решать неравновесную модель, нужно решать систему дифференциальных уравнений. Как я уже сказал, тут существуют специальные методы, которые избавляют от необходимости, по крайней мере в этом отношении, заниматься программированием. Уравнения есть, начальный химический состав, естественно, нужно задать, это дифференциальное уравнение, значит, у вас должны быть какие-то начальные условия, вы их из каких-то соображений задаете. Вы должны определить, с каким набором молекул и реакций между ними вы будете работать. Ответ на вопрос о наборе молекул и реакций дают астрохимические базы данных. Есть такие добрые люди, которые компилируют информацию о реакциях, которые могут происходить в межзвездной среде, и о параметрах альфа-бета-гамма для этих реакций. Первая работа, как я уже говорил, была опубликована в 1973 году. Это была работа Хербста и Клемперера. Вот это вот Эрик Хербст сидит довольный в библиотеке МГУ в 2014 году. В их работе модель работала с 37 компонентами, связанными между собой сотни реакций. Сейчас более всего распространены два семейства астрохимических баз данных. Одно из этих семейств, это семейство, изначально разработанное в Манчестерском университете. У него разные длина, менялись они по времени. Второе семейство, это семейство, которое было порождено Эриком Хербстом. Это Том Милор стоял у истоков этих работ. У истоков этих работ стоял Эрик Хербст. Изначально эта работа велась в университете штата Огайо, но сейчас она переехала во Францию. И поддержкой этой базы данных занимаются во Франции. Там был такой забавный момент. Модель это была известна как новая стандартная модель. Здесь смысл имеет только последнее слово. Это была модель. Она никогда не была новой, она никогда не была стандартной. Одно время с Эриком Хербстом работал наш коллега Антон Васюнин. И я в какой-то момент решил, что все, хватит этого бардака, я возьму стандартную базу данных у Хербста и буду с ней работать. И я Антона попросил, пойди к Хербсту, возьми у него новую стандартную модель. И Антон прошел по сотрудникам Хербста, обнаружил, что у каждого из них есть своя новая стандартная модель. Они все разные и никто не знает, откуда они взялись. Поэтому потом все-таки эту модель Хербст отдал на аутсорс. И сейчас она поддерживается во Франции. Количество компонентов около 500. И количество реакций исчисляется многими тысячами. Что здесь интересно? Интересно то, что всегда в этих моделях было и будет больше молекул, чем наблюдается. Во времена Хербста и Клемперера было известно 5 молекул. И чтобы объяснить их происхождение, им уже пришлось постулировать существование еще 32. Ну и сейчас тоже у нас количество молекул, как я сказал, около 200. Но 400 компонентов в базе данных это самое-самое малое. Обе базы данных имеют свои сайты. К сожалению, такое ощущение, что юмистовская база данных более не поддерживается. Но тем не менее сайт работает, вы можете зайти, узнать о том, взятая информация о той или иной реакции, перечислить все реакции с данным компонентом. Ну а самая активная сейчас работающая база данных это бывшая новая стандартная модель. Дыня база данных, которая называется Kinetic Database for Astrochemistry, или просто КИДА. Тоже интерфейс, тоже вы можете искать информацию и по реакциям, и по компонентам. Но то, что вам нужно реально для расчета, это вот такие простые таблички, которые тоже и там, и там можно скачать, где у вас два столбца это реагенты, реакции только двухчастичные, от одного до пяти продуктов и три столбца альфа, бета, гамма. Ну вот они, ион молекулярные реакции, видите, я говорил, параметр бета либо отрицателен, либо нулевой. От температуры скорости либо не зависят, либо увеличиваются с уменьшением температуры. Это то, что касается химии. Физические параметры. Физические параметры тоже можно исследовать по-разному. Про равновесные модели я уже сказал, это модели, в которых предполагается, что все находится в равновесии. Эти модели сейчас уже практически не рассматриваются. Все еще довольно распространены псевдо-неравновесные модели. Это модели, в которых вы интегрируете уравнение химической кинетики, но полагаете, что физические параметры у вас остаются неизменными. Поскольку мы ведем речь об эволюционирующих объектах, о молекулярных облаках, в которых образуется звезда, образуется планетная система, это предположение, конечно, несправедливо. И поэтому очень много есть моделей неравновесных с предопределенными законами изменения плотности, температуры и всего остального. Еще раз скажу, вы берете это откуда-то еще. Кто-то вам посчитал, например, как при образовании звезды будет меняться температура плотности поле излучения. Вы на этом фоне накладываете на этот фон химическую модель и считаете, как у вас при таких изменениях физических параметров будет меняться химический состав. Это тоже не очень хорошо, потому что, как я уже говорил, некоторые химические компоненты сами являются важным динамическим фактором. Некоторые молекулы вносят свой вклад в тепловой баланс, некоторые ионы могут играть важную роль в обеспечении связи между магнитным полем и движением вещества. Поэтому, конечно, самый продвинутый вариант это так называемые химико-динамические модели, модели, в которых химия и динамика считаются самосогласованными. Что это означает? Это означает, что вы берете уравнение газодинамики, которые вам наверняка знакомы, и добавляете к ним еще вот такой вот набор уравнений, фактически уравнений неразрывности, но не для массы в целом, а для конкретных химических компонентов. И у вас здесь, естественно, стоит не ноль, как уравнение неразрывности, а стоит некоторый член, описывающий синтез и разрушение молекулы в зависимости от физических параметров, полеизлучения, температуры, плотности, скорости ионизации космическими лучами, которые вы в идеале берете из динамической модели. Это, конечно, задача очень и очень сложная, требующая очень существенных численных ресурсов, и поэтому не очень большое количество коллективов такими задачами занимается. Опять же, похвастаюсь, что мы в число этих коллективов входим. Ну и на самом деле, в самом идеальном случае, вам бы нужно на две эти группы задач, газодинамика, химическая кинетика, наложить ещё третью задачу, перенос излучения, чтобы вы могли не просто посчитать химический состав, а чтобы вы могли посчитать спектр, чтобы вы, анализируя наблюдения, как говорится, сравнивали яблоки с яблоками, чтобы ваш расчёт давал синтетические наблюдения, телескоп давал реальные наблюдения, и вы это дело как-то сравнивали, но это задачу ещё больше усложняет. Ну и в общих чертах химические процессы, которые происходят в молекулярных облаках. Итак, всё начинается с ионизации молекулярного водорода космическими лучами. Молекула H2 превращается в ион H2+, он очень быстро реагирует ещё с одной молекулой, H2 превращается в ион H3+, и одновременно происходит реализация космического лучами и других нейтральных компонентов. Это в первую очередь по содержанию атома ЦНУ, углерод, азов, кислорода. И дальше по однотипным цепочкам происходит первичное усложнение химического состава. Я здесь не буду на этом останавливаться, я сейчас на конкретных примерах это опишу. Одна из самых важных цепочек, это цепочка, связанная с кислородом. Итак, либо ион кислорода реагирует с молекулой H2, либо нейтральный атом кислорода реагирует с ионом H3+, с формированием иона OH+, OH+, ещё с одной молекулой H2 реагирует, превращается в H2O+, H2O+, реагирует с молекулой H2, превращается в ион H3O+, и дальше происходит диссоциативная рекомбинация. Ион H3O+, рекомбинируется с электроном и разваливается либо на гидроксил, либо на воду, ну и соответствующим количеством атомов водорода. В 1973 году была постулирована эта цепочка. В 1995 году был открыт ион H3+, который в этой цепочке является одним из основных игроков. Теперь мы можем спокойно сказать, что все элементы этой цепочки наблюдаются. То есть в этой цепочке тёмных пятен не осталось. Она действительно работает так, как в 1973 году было предсказано. С углеродом и азотом всё происходит несколько сложнее. Реакция C++H2 оказалась реакцией радиативной ассоциации. То есть она очень медленная. И превращение иона C+, и молекулы H2 в ион CH2+, идёт с очень небольшой скоростью. И это проблема. Почему? Потому что углерод единственный из изобильных атомов, у которого потенциал ионизации ниже, чем потенциал ионизации водорода. Те фотоны, которые в изобилии присутствуют в межзвёздной среде, в межзвёздном поле излучения, и не могут ионизовать азот, кислород и уж тем более водород, приспокойно ионизуют углерод. Везде, где есть ультрафиолетовое излучение, углерод ионизован. И поэтому вот эта цепочка, существенно более быстрая вообще-то, не происходит просто потому, что нет нейтрального углерода. И дальше происходит такая штука. Значит, у вас иону C+, некуда деваться, эта реакция медленная, ион начинает вместо молекулы H2 реагировать с гидроксилом с предыдущего слайда. C+, плюс OH, CO+, CO+, реагирует уже с молекулой H2, превращая СВО на HCO+, который тоже наблюдается. И диссоциативная рекомбинация иона HCO+, приводит к появлению молекулы CO. Вот эта цепочка очень быстро переводит весь наличный углерод в молекулу CO. Именно поэтому молекулы CO так много, именно поэтому она хорошая замена молекулы H2, потому что содержание молекулы CO это просто содержание углерода. Он почти весь там. И еще одна проблемная цепочка. Цепочка с азотом. Здесь обе начальные реакции проблемные. У этой реакции настолько маленькая скорость, что ее в базу данных часто вообще не включают. У этой реакции барьер. Небольшой, 85 кельвинов, но для среды с температурой 10 кельвинов это тоже большая проблема. И поэтому, хотя часть азота перекачивается в аммиак, значительная часть его опять же реагирует с радикалами. С предыдущих слайдов это либо OH, либо CH. И в результате очень простых цепочек практически весь азот переходит в молекулу N2. Вот эту вот. Вот она тут. Среди нас сейчас летает в больших количествах. К сожалению, так же как и молекула H2, молекула N2 практически ненаблюдаема. Большую часть водорода мы не видим, большую часть азота мы не видим, но молекула N2 может реагировать с ионом H3+, и превращаться в тот самый ион N2H+, который уже очень хорошо наблюдается. Ну и дальше все начинает усложняться. Усложняется, усложняется. Промежуточные компоненты описанных реакций начинают реагировать друг с другом. HCO+, реагируя с молекулой H2, превращается в H3CO+, и дальше в формальдегид. Радикал CN через цепочку реакций превращается в молекулу цианида и в изомер HCAN, HNC, которые потом могут становиться исходным сырьем для азотистых оснований. Ион C+, может реагировать с радикалом CH и инициировать цепочку реакций, которая заканчивается формированием ацетилена. И дальше эти реакции продолжают развиваться. Сложность молекул продолжает увеличиваться. И в общем-то сейчас у нас есть понимание того, что молекулярные облака, холодные плотные молекулярные облака, тем не менее, могут быть местом синтеза сложной с астрохимической точки зрения органики вплоть до простейших аминокислот. Ещё раз повторюсь, то, что аминокислоты не открыты до сих пор достоверно в молекулярных облаках, это чисто техническая проблема. Проблема идентификации. Никаких химических препятствий на пути синтеза аминокислот в молекулярных облаках нет. Конечно, это не значит, что всё у нас хорошо. У нас по-прежнему есть над чем работать. И одна из самых больших проблем связана с тем, что, как я уже говорил, коэффициенты скоростей реакций мы знаем с очень большими погрешностями, потому что это должны быть либо лабораторные измерения, которые далеко не всегда возможны, либо численные расчёты, которые тоже весьма трудоёмкие. И это, конечно, приводит к значительным погрешностям в расчётах. И беда этих погрешностей состоит в том, что вы их никак не увидите. Они весьма и весьма неочевидны. Например, результаты ваших расчётов будут зависеть от того, какую базу данных вы возьмёте. Возьмёте базу данных УТФА, получите один результат. Возьмёте базу данных КИДА, получите другой результат. И у вас нет никаких мотиваций к тому, чтобы выбрать именно эту базу данных, а не эту. Они абсолютно равнозначны. В 2004 году мы с Антоном Васюниным провели такое упражнение. В базе данных УТФА реакции разделены на 5 классов точности, которые соответствуют ошибкам в параметре альфа. 25%, 50%, в два раза порядок величины очень много. Практически все ион-молекулярные реакции, от которых всё зависит, относятся к классу С. То есть коэффициенты скоростей известны нам с точностью не лучше двух раз. Ну и вот мы случайным образом варьировали коэффициент альфа в соответствии с этим разбиением и смотрели, насколько разные у нас получаются химические составы. Вот здесь показаны гистограммы для 10 тысяч моделей со случайным образом варьируемым коэффициентом альфа. Вот это, например, молекула HCN, которая очень популярна среди наблюдателей. Мы получаем разброс в предсказываемых содержаниях два порядка величины. Только из-за того, что мы не точно знаем коэффициенты скоростей. И мы ничего не можем с этим поделать, и мы не можем вообще оценить вклад к этой неточности. Это, конечно, очень печально. Еще одна проблема. Я не буду на ней подробно останавливаться, потому что время уже подходит к концу. Проблема на самом деле тоже очень грустная. Она связана с тем, что фотореакции мы учитываем, вот единственное, можем учитывать в той параметризации, о которой я говорил. Эта параметризация посчитана для плоско-параллельного слоя. Почему? Потому что это очень простая геометрия, она избавляет создателя астрохимической модели от необходимости моделировать поле излучения. Эта параметризация была введена 50 лет назад, когда действительно с этим были большие проблемы. Сейчас этих проблем уже нет. Сейчас мы без проблем поле излучения моделируем в очень сложных геометрических конфигурациях, в каких-то 3D-молекулярных облаках, в протопланетных дисках, существенно тоже неоднородных. Мы с точки зрения расчетов можем от этой параметризации уйти, но данных для того, чтобы это сделать, нет. Каких конкретно нет данных? Нет сечений соответствующих процессов. Причем, что особенно обидно, они должны были когда-то существовать в природе, потому что эту параметризацию кто-то посчитал. Посчитать ее, не имея сечений, невозможно. Мы сейчас готовы сами работать с сечениями. У нас все необходимое для этого есть, нет самих сечений. Следы утрачиваются. То есть начинаешь идти по ссылкам, уходишь в 40-е годы в какие-то химические журналы, и все. И след теряется. Что это означает? Это означает, что вот эти коэффициенты альфа и гамма, которые мы используем, они вообще непонятно откуда взялись. То есть невозможно понять, кто их посчитал, для какой модели пыли. Действительно ли использовалась такая геометрия, или просто уже по традиции так считают. В общем, это все очень грустно. Еще одна проблема. Проблема в основном связанная с молекулой H2, опять, но эхом она отдается и в другие молекулы. Молекула H2 отличается одной интересной особенностью. Она диссоциирует при взаимодействии с ультрафиолетами и фотонами в два этапа. Невозможно обычными ультрафиолетовыми фотонами с энергиями меньше энергии ионизации водорода невозможно диссоциировать молекулу H2 в один этап. Но это можно сделать в два этапа при условии, что вы молекулу сначала перевели в возбужденное электронное состояние. Это, естественно, могут сделать не любые фотоны, а только те фотоны, которые соответствуют, длина волны которых соответствует разнице энергии. Потом из этого возбужденного электронного состояния молекула H2 может перейти в разлетное состояние, то есть развалиться с вероятностью около 15%. Что это означает? Это означает, что молекула H2 диссоциирует не любыми ультрафиолетовыми фотонами, а фотонами в узких линиях, потому что вам сначала нужно провести вот эту операцию. И поскольку молекулы H2 много, реакции ее диссоциации становятся важным фактором поглощения ультрафиолетового излучения. То есть вы, вообще говоря, химические процессы должны в этом случае включать в модель переноса излучения. То есть химические процессы начинают обратно играть, оказывать обратное влияние на поле излучения. Это, конечно, уже усложняет проблему, но природа решила над нами еще пошутить. Молекула CO, которую мы используем в качестве замены, молекулы H2, также диссоциирует в линиях. И примерно на тех же длинных волн, что молекула H2. Молекула H2 экранирует от диссоциации не только себя, но и молекулу CO и некоторые другие молекулы. То есть ситуация становится еще более запутанной. Ну и, наконец, то, что еще больше усадебного, усложняет жизнь, но без чего нельзя обойтись, это реакции с изотопомерами. Можно, конечно, пренебречь там каким-нибудь изотопом его 17, N15, хотя это тоже очень интересно, но совершенно невозможно при вдумчивом подходе отказаться от рассмотрения химии соединений диетерии. диетерий все-таки очень сильно отличается от протиа, и это просто разные химические процессы. Мы все знаем, что изотопы, это вот они различаются, там количество протонов, нейтронов, но химические свойства те же самые. Ну нет, не те же самые, химические свойства разные, очень сильно разные у протиа и диетерия. И при очень низких температурах это сказывается. Почему? Потому что существуют вот такие вот реакции, реакции фракционирования. То есть у нас очень важный игрок астрохимический, это ион H3+. Он может взаимодействовать с молекулой HD и обмениваться протоном и ядром диетерии. Так что у нас появляется ион H2D+, и обычная молекула H2. Ну и дальше этот процесс может усугубляться, мы можем получать ион D2H+, D3+. И эти ионы в дальнейшей химии играют ту же самую важную роль, что ион H3+, в химии без диетерия. И это приводит к следующим результатам. Да, это реакции, прямые реакции экзотермические, обратные реакции, соответственно, эндотермические. То есть вот этот переход при низких температурах происходит, а обратный нет. Диетерий начинает эффективно перекачиваться в молекулы. И в результате, при том, что полное содержание D, H имеет величину, отношение имеет величину порядка 10 в минус 5, с молекулами ситуация совершенно другая. Ну и вот здесь несколько примеров показано. Формальдегид HDCO. Его отношение содержания HDCO к нормальному формальдегиду, H2CO, варьируется от 7 до 15%. При том, что диетерия в целом 10 в минус 5. А диетерированного формальдегида 15%. Ну и с другими молекулами ситуация, в общем, тоже сходная. Ну ладно, дальше я, пожалуй, пропущу. Остальные проблемы. Ещё у меня есть 5 минут. Я должен сказать про ещё один очень важный вид химических процессов, а именно процессы на космических пылинках. Дело в том, что я вас развёл, и вы, конечно, этого не заметили. Рассказ о газофазной химии я начал со слов молекула H2 ионизуется космическими лучами. А откуда у нас вдруг взялась молекула H2? Если у нас изначально был только водород. Так вот, молекула H2 ещё и с этой точки зрения кривая. Она не образуется в газовой фазе, точнее, образуется очень и очень медленно. И именно в связи с этой молекулой впервые возникла мысль о том, что не только в газовой фазе химические процессы происходят в молекулярных облаках. Вернёмся к этой картинке. А почему кольцо в молекуле СО? Да потому что там внутри настолько холодно, что молекулы СО примерзли к пылинкам. Их в газовой фазе просто нет, поэтому они и не светятся. Но они, оказывается, не просто примерзают к пылинкам. Они в ледяных оболочках пылинок продолжают активно жить. И одна из основных реакций, которая тут происходит, это реакция образования молекулярного водорода. Два атома прилипают к пылинке. Да, какая тут проблема? Тут проблема третьего тела. Чтобы у вас два атома водорода объединились в молекулу, вам нужно третье тело, которое избыток энергии на себя заберёт. Вот пылинка играет роль этого третьего тела. Атомы водорода прыгают по поверхности, сталкиваются, объединяются в молекулу H2. Этот процесс происходит с выделением энергии. Этой энергии хватает, чтобы молекулу H2 оторвать от пылинки и отправить её в свободный полёт. Если мы разрешаем реакциям образования молекулы H2 происходить на пылинке, мы должны подумать и о других реакциях. И оказывается, что и другие реакции здесь тоже бывают очень важны. И один из характерных примеров – это метанол. Метанол очень хорошо наблюдается, он очень любим наблюдателями, и его почему-то много в молекулярных облаках. И изначально предполагалось, ну почему много? Есть же газофазные реакции. Вот, пожалуйста, молекула CH3+, ион CH3+, реагирует с водой, превращается в протонированный метанол. И потом диссоциативная рекомбинация отрывает лишний протон, и у нас в газовой фазе остаётся замечательный метанол. В середине 2000-х годов эксперименты показали, что это не так. И реакция диссоциативной рекомбинации протонированного метанола, во-первых, просто медленная. А во-вторых, почему-то в большинстве случаев протонированному метанолу интересно разваливаться посередине, а не отбрасывать от себя просто лишний протон. То есть у нас не только с молекулярным водородом проблемы, у нас ещё и с метанолом проблемы. Но проблемы только если мы говорим о газовой фазе. Но реакции могут происходить на поверхностях пылина. Конечно, это главным образом реакции с водородом, потому что скорости этих реакций определяются подвижностью реагентов, то есть скорость, с которой они прыгают по поверхности пылинки, приближаясь друг к другу, быстрее всех прыгает водород. Поэтому главным образом это реакции присоединения водорода. Ну и вот как это всё происходит. Примерзает молекула СО, реагирует с водородом, превращается в АШСО. Хватает ещё один водород, превращается в формальдегид. И последовательно присоединяя к себе ещё два атома водорода, превращается в метанол. Ну и естественно, здесь возможно разные ветвления. И хотя начинается всё в основном с молекулы ЦУГО, но дальше возможно появление очень сложной органики, которая уже не в газовой фазе находится, а на поверхностях пылина. К сожалению, возможности проверять это у нас очень ограничены. В твёрдой фазе молекулы наблюдать очень сложно. Это можно делать только в инфракрасном диапазоне. Если у вас есть хороший источник инфракрасного излучения, вы тогда в его спектре увидите вот такие вот полосы поглощения, связанные с твёрдой фазой. И здесь пока самая тяжёлая молекула, которая достоверно обнаружена в мантиях пылевых частиц, в молекулярных облаках, это метанол. Всё остальное тоже должно быть, но, к сожалению, об этом нам судить очень сложно. Ну и, наверное, я на этом буду свой рассказ заканчивать. Немножечко не всё я успел рассказать, но дай бог с ним. Итак, молекулярные облака — это место, где формируются звёздные планетные системы, и эти молекулярные облака очень богаты органическими соединениями. Потом это всё переходит в состав формирующихся протопланетных дисков. Сейчас это всё очень хорошо наблюдается, благодаря чему? Благодаря самому главному инструменту, который в последнее время появился для исследования межзвёздной среды и околозвёздной среды, это интерферометр Альма. Сейчас оттуда идёт очень большой поток информации. Мы пытаемся в этом потоке тоже как-то участвовать, причём не только в качестве поглотителей, но и в качестве генераторов. К сожалению, пока список молекул, обнаруженных в протопланетных дисках, далеко не так богат, как список молекул в молекулярных облаках, но ситуация очень быстро увеличивается. И вот эти две молекулы, мурагиновая кислота, CH3CN, метилцианид, появились буквально последний год-два в этом списке. Это тоже одна из задач, которыми мы в институте занимаемся. Мы моделируем физическую, химическую структуру протопланетных дисков, исследуем молекулярную эволюцию в протопланетных дисках, в том числе пытаемся её соединить с динамикой, ну и с молекулярными облаками многие наши задачи тоже связаны. Но это вы посмотрите, потом презентацию я оставлю, и на этом я свой разговор заканчиваю. Основная литература – это первые две книжки. Книжка Николая Геннадьевича, конечно, написана уже довольно давно, но базовая физика в ней изложена, она за это время не изменилась. Современная книга по астрахимии – это Ямамото, 2017 год. Если не отпустит вас после прочтения этих двух книг, можно посмотреть ещё вот эти две. Конечно, их обязательно надо купить или взять в библиотеке, но на всякий случай они у меня есть в электронном виде. Всё, спасибо за внимание. На вопросы у нас предусмотрено время? Вопросы? Дело в том, на что обратил внимание Хартман. Дельта Орион – это двойная звезда. И спектр, который мы видим, это суммарный спектр компонентов. Причём у неё орбита лежит почти на луче зрения. И в процессе орбитального движения спектральные линии движутся в спектре. Но не все, обнаружил Хартман. Он обнаружил, что есть линии, которые в этом доплеровском смещении не принимают участие. То есть это вещество не связано с орбитальным движением звёзд. Ну и они гораздо уже, чем звёздные линии, просто потому что там в межзвёздной среде эффекты ушей и ленин гораздо меньше. Там практически только донорка расходят. И очень низкие температуры. Сулические реакции, они явно играют большую роль в механичности вещества вокруг звезды. в частности, наверное, выявляют также как механизм вожжения. А с точки зрения выливаем вещества галактики сильно и вещественность галактики в своем галактике. Вы, наверное, имеете в виду определение металличности. Сам атом металличности не меняется, потому что мы говорим о перераспределении атомов. То есть они никуда не деваются. Определение это происходит по каким объектам? Это либо звёзды, в которых этого, естественно, нет, либо это зона ионизованного водорода, где тоже молекул нет, и вы можете надеяться на то, что у вас только атомы и ионы находятся. А по тем областям, где богатый молекулярный состав, вы металличность просто не определите. То есть там с этим проблем нет, там это просто нельзя сделать. Обратное влияние, конечно, очень большое, но прямого на определение нет. Слайд, где большой список молекул, там есть молекулы, которые выделены отдельными цветами, мы про два рода не так сказать. Там у меня выделены молекулы... Синий это околозвёздное вещество, красным я выделил молекулы, которые таким или иным причинам интересны. Лес угрюмо молчал. Ну ладно, всё тогда. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.